Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Всем приветики! Как в старые добрые времена. Оля на летней кухне с коляской. Ну, вообще, если честно, в коляске на летней кухне только Вероника каталась. Потому что раньше летней кухни не было. Сейчас мне летняя кухня заменяет веранду. Потому что в доме пристройка, она теплая. Ей там жарко в коляске, она не спит. А дети хорошо спят в прохладе, как известно. Кстати, предыдущие дети у меня спали на балконе и на терраске. Терраски сейчас у меня нет. Поэтому вот, летняя кухня. Конечно, сюда бегать слушать не очень удобно. Нужно радионяне подключаться сюда. Но вот у меня то, что имеется, оно на интернете. А интернет у меня тут тоже не ловит. Короче, надо будет реальную радионяню покупать с радиоволнами, чтобы ее здесь слушать. С другой стороны, мы тут постоянно курсируем. И если что, я ее всегда, конечно, слышу. Сегодня у меня ролик опять без монтажа. Я дико извиняюсь, что вообще ничего не успеваю. Как говорится, не отснять нормальный ролик, чтобы все было вам интересно и разнообразно. Во-вторых, у меня очень много сегодня информации для вас нужной и интересной. Ну и, конечно, ваше любимое. Я сегодня буду показывать своих животных, свой скотный двор. Ну, хоть тема не очень, может быть, вам покажется радужной. Но, тем не менее, это уже назрело, и нужно об этом поговорить. Мне вот этот пледик подарила одна из моих подписчиц. Спасибо ей огромное. Тепло ее рук и забота о нас до сих пор меня радует. Ларис пит на животике. Вот так ей лучше. И здесь у нас ветра нет. Все хорошо, но при этом очень прохладно. Смотрела такое, конечно. Конечно, у нас тут с этим ветром все улетело и попадало. Солнышко светит, ей ничего не видно. Вот, друзья, готов домик. Второй домик для помощницы. Она уже въехала и ночевала в нем. Сказала, что все тепло, все хорошо. Ей очень нравится, очень уютненько. Маленькое окошко, чтобы было меньше теплопотери. Но, тем не менее, свет туда проникает уже хорошо. Потому что в той комнате, в которой она жила в доме, там даже окна не было. Ну, я купила умывальник. Пока это просто мой додырчик. Когда-нибудь в ближайшее, так сказать, обозримое будущее, летом следующим, мы пройдем туда водопровод, канализацию. Там будет своя такая санитарная зона. А так, в принципе, помощница находится целый день у меня. Она работает. И, слава богу, что, как говорится, она может и помыться, и умыться. Ну, и, в принципе, у себя в домике она теперь тоже может умыться. Я отдала свою мультиварку, свою индукционную плиту. Поэтому помощники себе тоже в выходные дни готовят. Два выходных дня. То есть пять дней в неделю работы. Вот. Ну, а я сегодня уже была на хозяйстве. Вот. Вот просто без камеры, чтобы быстрее-быстрее во всем, так сказать, управиться. Конечно, в домике еще надо кое-что дозакончить, доделать. Но мы торопились, потому что помощница решила вернуться. Она у меня уже до этого проработала где-то месяц. И чтобы она сразу же заселилась в домик, ну, мне пришлось вот таким быстрым, быстрыми темпами, короче говоря, наверстывать упущенное. Так как у меня здесь нет мужчины, который мог мне там помочь покрасить, там, линолеум настелить, еще что-то. Я здесь сейчас все равно нахожусь одна. То есть физической такой вот тяжелой помощи у меня... С физическим трудом помощи мне не предоставляется. Поэтому, собственно, так и получается, что... Что Оля опять везде одна, и рассчитывать на мужскую помощь мне не приходится. Ну, потихонечку со всем справлюсь. Сейчас немножко подправлю им. То они отталкивают своими мордами. Ну, и поговорим над тем, которые я сегодня как раз вам хотела развить, рассказать, повествовать. Что, девчонка? Давайте кушать. Ух ты! Такой ветер, и камера может слететь. Со штатива. У меня уже как-то так было даже. Ох! Так, ну что, попробую. Попробую, так сказать, записать ролик. Чувствую необходимость об этом говорить регулярно. Ну, во-первых, начну с того, что у меня продаются коровы. Это решение пока неизменно. И не пока, и не потом. Потому что ситуация не сильно меняется. С появлением помощницы, да, я смогла сейчас вернуться опять к переработке молока. Я смогла опять перерабатывать молоко. Вот, но уход за такими большими животными, это очень тяжелый физический труд. И так как помощника у меня нет нормального, вот, скажем так, у меня приходит мужчина, который дуэр, вот. Плачу ему 15 тысяч, для меня это дорого. Только за дуйку отдавать 15 тысяч, и больше ничего у меня здесь не делается, и это очень тяжело. Вот, а впереди у нас стойловый период, когда коровы будут больше находиться в сараях, ночевать будут в сараях. Вот, собственно, будет очень много навоза. И там будет все таскать, вот, в определенное место. Вот там у меня площадка специальная для навоза. И туда это все еще складировать. Это правда очень тяжело, ребят. То есть это не 10 килограмм, не 20, это все и 50, и 70 килограмм в тачке. Мне писали там какую-то аккумуляторную тачку, купи себе что-то еще. Но это не совсем то, вообще не то. Это садовые тачки, которые вообще не рассчитаны на такую серьезную работу. Да и дело-то не в тачках. Дело в том, что мне действительно тяжело физически просто вот этот навоз таскать, сено таскать. Вот эти тюки распаковывают сейчас вот уже добрались сюда. Уже начали потихонечку брать отсюда сено. Сбоку съели уже все, потому что уже месяца два на сене. Пасти некому. Вот, поэтому не то, чтобы я закругляюсь, хотя возможно и такое тоже. Я предполагаю, что такое тоже возможно, что я закругляюсь с животноводством. Вот, это мой, мой такой, знаете, фермерский провал, можно сказать. Потому что, наверное, всем кажется, что можно так жить всегда и на постоянке. Но, как оказалось, нет. Это очень тяжело и это надрывает мое здоровье. А мне еще растить как минимум 18 лет своих детей. Я не могу сказать, что я придумала что-то новое, чтобы зарабатывать деньги на семью. Все остается в том же формате. Я блогер, я многодетная мама, я фермер. Я оставляю себе телочек на случай того, что, может быть, все-таки фермерство не умрет в моем хозяйстве так быстро. Вот, и можно будет восполнить ряды коровьи. Но сейчас актуальна продажа трех коров. Причем они все молодые. По первому отелу и по третьему отелу. Вот. Пишут, звонят. Телеграм-канал пока что не продается, наверное, потому что внутри я еще очень сильно держу этих коров. И я привязана к ним. Я их очень люблю и очень о них забочусь. Но тут жизнь за жизнь. Жизнь коров и моя жизнь, они, как говорится, несоизмеримы. Несоизмеримы, да? Вот. Поэтому самой главной новостью на повестке дня это продажа коров. Поэтому кто хочет джерси, себе хорошую джерси, стельную. Они все стельные. Одна девочка телится у нас в январе, две другие телятся в марте. Поэтому пишите мне в телеграм-канал. Конечно, ссылочку я вам в описании оставлю. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Козочек мне тоже придется продать. Наверное, даже всех. Еще раз говорю, мне достаточно дорого оплачивать работу дойера. 15 тысяч. И лучше бы я на 30 тысяч наняла нормального мужчину, который будет полноценно выполнять всю работу по хозяйству. Тем самым я могла бы спокойно заниматься уже хозяйством, расширяться, строиться, увеличивать поголовье. Ведь действительно так получается, что один человек ничего не может сделать. Ему нужны помощь. Ему нужны вторые, третьи, четвертые, десятые руки. Фермеры все имеют, во-первых, дотации от государства. Фермерское хозяйство. У меня этими дотациями выступают ваши донаты. Спасибо вам огромное. Во-вторых, у фермеров есть рабочая сила. У меня ее нет. Приехала помощница, дай бог ей здоровья. Она мне помогает с детьми, с уборкой, с готовкой. Ну и в обычной семье, где нет коров, тоже бывают няни, как говорится. Есть еще одна девушка, которая тоже приезжает мне помогать, отпуская, так сказать, на отдых мою основную помощницу. Тоже огромное спасибо. Но это все деньги, которые мне нужно зарабатывать. Сейчас, сократив поголовье, возможно, мне не придется так сильно перенапрягаться. Потому что, во-первых, физически не надо будет так много работать. Во-вторых, не надо будет платить никому зарплату. Я думаю, что я справлюсь. Я справлюсь с двумя коровами, десятью поросятами. Ну, одиннадцатью. А там, ну и две телочки. Ну, а там, глядишь, если будет опять все тяжело-тяжело, ну, значит, сократимся до одной коровы. Ну, а что делать? Возможно, я так говорю еще раз, временная ситуация, может быть, и постоянная. Может быть, я выхожу вообще на какой-то новый уровень и буду чем-то другим заниматься. Уезжать отсюда мне совершенно не хочется. Это моя стихия. Деревня, дом, вот этот участок. Я все это полюбила. Все эти мои строения, все мои эти планы. Они... Очень мечталось мне, чтобы все это было масштабно и большим. Но не получается, ребят. Значит, я делаю что-то не так. И да, я не хочу, чтобы вы воспринимали это как черную полосу мою в жизни. Нет, конечно. У меня родился ребенок, у меня все хорошо. Я сама почти здорова. У моих деток все есть. Вот. Но я должна что-то новое придумать, какой-то новый план для того, чтобы выжить в деревне. Конечно, когда я сюда приехала, сколько меня остерегали мои соседи, друзья, родственники. Оля, куда? Зачем? Это все очень сложно, тяжело. Не хочешь ли ты вернуться? Нет, не хочу. Даже после 9 лет жизни здесь я не хочу возвращаться в город. Совершенно не хочу. Да, мне бы очень хотелось, чтобы у меня хватало ресурсов содержать такую большую семью. И я прекрасно понимаю, что для этого надо очень много работать. Но работа, работа рознь. То, что делаю сейчас я, я надрываю свой организм. У меня уже болит спина так, что я каждый вечер катаюсь по полу от боли и плачу. Я устала плакать от боли. Я устала плакать от этого бессилия. Я не могу ничего сделать с тем, что люди не хотят работать в сельском хозяйстве. Я не могу себе сюда привезти большое количество мужчин, которые бы решили все мои физические проблемы. Потому что, если бы, конечно, был бы у меня помощник по хозяйству нормальным, мы бы и быков сейчас взяли, бы телят. И, может быть, какой-то еще сарай забацали, построили. Там тот же курятник новый, свинарник. У меня же проекты эти, они же постоянно, постоянно эти проекты у меня в голове. Как хочется расшириться, как хочется развести это хозяйство, потому что я это все очень люблю. Я накопила уже достаточное количество информации, как заниматься сельским хозяйством, как сделать его рентабельным, прибыльным. Но, опять, без дополнительных рук я ничего не смогу сделать. И я еще раз хочу обратиться к своей аудитории, чтобы вы меня поняли, приняли, простили заранее. Сокращение хозяйства сейчас действительно вынуждено мера и на долгосрочной основе. То есть мне нужно сократиться и какое-то время побыть без такого количества животных. Потому что, опять же, нет помощи. А если она и есть, то она временная и непостоянная. И постоянно ты под ударом того, что человек может уехать в любой момент. То есть даже если сейчас приедет какой-то мужчина и скажет, Оль, все, не проблема, я у тебя работаю, давай хозяйство, как говорится, будем держать. И хочешь телят возьмем, хочешь коров еще купим. Ну и все в таком духе. Я тебе коровник построю или еще что-то такое. Я все равно не рискну уже идти на этот шаг, потому что человек может уехать через месяц. А я с грудным ребенком на руках останусь здесь одна. Так уже было много раз. Аккумулятор разрядился на холоде быстро. Ну, пошла еще, одела шапку и безрукавку заодно. Я уже даже не помню, о чем говорила. Сейчас, наверное, еще раз повторюсь. А может, и не буду повторяться. Мне хорошо с вами, мои дорогие зрители, подписчики. У меня получает от вас не только, скажем так, финансовую помощь, но еще куча-куча поддержки и понимания, молитв обо мне, сопереживания. Был такой комментарий не так давно, что, мол, без животных меня смотреть никто не будет. Из-за животных и ради животных меня только и смотрят на ютубе. Может быть, я не знаю, дорогие друзья. Когда я снимала про коров и только про коров рассказывала про семенение, про то, как раздоить первотелку, что такое антибрык, как принимать роды у коровы, были просмотры, были и хорошие просмотры, и маленькие просмотры. Но как только я начала рассказывать о себе, о своей личной жизни, о детках, о разводе с мужем, на меня подписалось еще полмиллиона человек. Ну, потому что я понимаю, людям интересно знать, как другие живут, да, и чем они живут. А тут я вот такая вот взялась в Московскую область и переехала в Тамбовскую область, еще и развелась, еще и нарожала детей так много, да еще и вот даже не от мужа родила. Вызывает это какой-то конфликт у людей почему-то. Хотя непонятно, чего я плохого сделала и кому я плохо сделала своими роликами. Я ведь живу здесь и живу в ютубе тоже вместе с вами. Я показываю жизнь свою, как она есть. И сейчас я столкнусь с этими трудностями, я их боюсь, потому что я еще в таких ситуациях никогда не была. Как-то жила и жила, понимаете, как-то шло и шло. Понимала, что много на этом не заработаешь, что это все очень-очень тяжело. Ведь, понимаете, все это время, еще вот взять года три назад, мне помогали по хозяйству мои дети, которые были там пятиклассники, шестиклассники, девятиклассники. Дочка у меня, значит, училась до одиннадцатого класса, тоже помогала. И мы ходили на хозяйство вместе. Все вместе ходили. Все делали. Вставали в четыре утра, потом детки прибегали, мылись перед школой, чтобы от них не пахло. Засыпали на уроках. Да, да, именно так это и было, потому что для детей это очень большая нагрузка. Папа наш нам не помогал, поэтому приходилось выживать таких условий. Я именно выживала. Я как могла, так и справлялась с этой задачей. Как только я развелась, во-первых, дети мне, конечно, не перестали помогать. Нет, они просто повзрослели, у них теперь своя жизнь, у них своя учеба, работа. Они не могут это все бросить ради того, чтобы спасать вот здесь, на скотном дворе, маму. А сколько это будет длиться? Пока Варя маленькая, когда она вырастет до скольки лет? До года, до двух, до трех? Ведь вот эта нагрузка, которая здесь есть, она действительно большая, независимо от того, есть у тебя грудной ребенок или нет. Сейчас я на этом акцентирую внимание, потому что я после родов почувствовала, что такое физический труд, когда ты не отдохнул, не пришел в себя. То есть у меня и раньше так было. Я даже дом рожала четверых детей и шла на хозяйство даже на следующий день. Вся скрюченная, с больным животом шла, рисковала своим здоровьем, опущением матки и так далее. Но я шла, мне деваться было некуда. Сейчас я приняла решение, что я не буду больше выживать, я хочу жить, я хочу жить со своими детьми. Как это организовать? Я не знаю. Я просто не знаю. Мне подскажете в комментариях, потому что не могу сказать, что я сейчас как-то вот унываю или плачу каждый день из-за этого, что происходит. Мне не хочется все бросить и убежать. Да, я в какой-то степени выгорела, мне очень тяжело, но сейчас приехала помощница, мне стало гораздо легче, и оптимизм вернулся ко мне. Я также надеюсь, что приедет мужчина и поможет мне хотя бы вот этот сезон, когда осень, зима, весна, пережить самые сложные сезоны, пережить не надрываясь. Ну, а дальше будет видно, мои дорогие друзья, дальше будет видно. Я хочу сказать, что те люди, которые мне завидуют и желают только самого плохого, чтобы я сдохла здесь, вы этого не дождетесь, потому что я прекрасно понимаю, какая на мне ответственность это растить моих детей, и я не буду себя загонять. Заможай вам на радость. Я в целом вообще не понимаю тех людей, которые хотят меня видеть только в каком-то таком загнутом состоянии, когда я не могу за собой следить, не могу сделать себе маникюр, когда я очень сильно уставшая, убитая. Одна моя знакомая, не очень хороший человек, по сути своей, ну, да бог с ней, как-то один раз высказалась в мой адрес. Я хочу посмотреть, как она здесь захлебнется в своих делах. Да, люди очень злые, очень ненавистные по отношению к нашей семье. И не потому, что мне шлют донаты, поверьте. Ненавидеть меня стали еще до того, как мы завели YouTube-канал, до того, как я стала выпускать ролики. Это произошло в тот период, когда мы получили от органов опеки еще двоих детей, которые нам передали из семьи, из брака предыдущего моего мужа. Сложно, наверное, сейчас формулирую, да? То есть мой муж был женат, женат тоже был трижды, третьей женой была я, и вот от второго брака нам передала опека его двоих детей. И как только это произошло, в нашей семье закончился мир, лад, закончилось вообще все. Ну вот, можно сказать, это была точка отсчета нашего развода, потому что уже ничего хорошего я не видела, кроме того, что у нас были ежемесячные суды, был постоянный прессинг от одного человека, который себя называл представителем матери детей. Он, конечно, не имел никакого образования юридического, а потом не был ни юристом, ни адвокатом, но он оформил у себя генеральную доверенность и просто поедом нас ел тут, поедом ел, писал заявления везде и всюду. Помимо судов нам приходилось еще отбиваться от опеки, от полиции, от администрации. В общем, жалобы летели просто с огромной скоростью, а самое интересное, что для нашего Никифоровского района это был первый такой случай, когда такие вещи творятся, скажем так, и все это было вот так, просто, что это за семья тут приехала, наверное, детей мучают, наверное, там все плохо-плохо. Было плохо, да, я не спорю, было плохо, но это все уже тоже позади, просто так интересно получилось, что когда через два года уже два года нашли суды, два года мы мучились с этими товарищами, вот, я завожу YouTube-канал, и тут они объединяются, объединяются усилия с хейтерами, а хейтеры просто понимают, что они на этом могут заработать деньги. Ну и что, молодцы, респект вам, классные ребята, своего контента нет, будем пилить контент на Оле и зарабатывать деньги. Я рада, что вашим детям есть что покушать благодаря мне. Я мог стать кем угодно, музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Ну так вот, так что те, кто говорят, закрывай канал, и у тебя будет жизнь спокойной, нет, не будет, к сожалению, или к радости, я даже не знаю. Мне иногда на этом драйве нормально живется. В принципе, для меня это все квест. Я свою жизнь могу воспринять как игра. Для меня это не боль и не ужас, кошмар. Но бывает вот так вот сложно. Сейчас вот не исключение, да, вот этот момент, который произошел, такое осмысление, да, что после родов оставшись здесь одна на хозяйстве, да еще и без помощницы, вот был период, да, и без помощника. Я такая, господи, я же это все не осилю, господи, я же это все не вынесу, это слишком много для одной меня. Пожалей меня, господи, пришли мне человека. Мне прислали дойера, наверное, видимо, для того, чтобы я поняла, что полноценной помощи в ближайшее время ждать не стоит, да, человек дует, живет у меня, кушает у меня, получает свои деньги, а я не получаю того объема работы, который мне необходим для того, чтобы развивать хозяйство, поэтому приходится сокращать. Слушайте, хотела об этом поговорить в ролике? Поговорила. На этом все. Баря спит. Я надеюсь, сейчас пойду проверю. А вот, маленькая зарисовочка нашего хозяйства. Вам в радость, в удовольствие. Посмотрите, подумайте, что вы можете мне написать в ответ, чем поддержать. А я с вами не прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок